Историк Соловьёв. Уже к началу нового века умение играть в теннис становится модным в кругах золотой аристократической молодёжи. Появляются первые звёзды российского тенниса. Первым чемпионом первого чемпионата России по лаун-теннису стал банкир Георгий Брейт. Чемпионами России были князь Урусов и граф Михаил Сумароков. Он же считается первой российской звездой международного класса. Впрочем, он стал последним чемпионом дореволюционной России. Начинается теннис. Я уже говорил с работы ног. И, в общем-то, как взять ракетку. Как определить, как её держать в руках, чтобы ударить по мячу с пользой, чтобы получить, в общем-то, то, что ты желаешь. Направить мяч туда, куда ты хочешь. Хваток ракетки, в общем-то, существует три. Одна универсальная хватка, когда головка ракетки находится по отношению кисти руки, в общем-то, перпендикулярно. Её называют восточная, континентальная. Разные абсолютно названия за столетия, в которые играют в теннис, название претерпело очень много изменений. Но вот это самая оптимальная хватка и на сегодняшний день. Хотя говорят о том, что двуручные игроки, естественно, эту хватку меняют. Вот так держится ракетка. Вот так по отношению к головке ракетки стоит кисть руки, в которой держит человек-теннисист ракетки. Бывают изменения, и в основном это касается изменения в направлениях удара. Если удар теннисист производит слева, то естественным образом для удобства удара ракетка чуть-чуть левой рукой, если это правша, или правой рукой, если это левша, поворачивается чуть-чуть вправо. Вот та хватка, которой обычно пользуются теннисисты, это оптимальная хватка ракетки для того, чтобы ударить слева. Справа, наоборот, из исходного положения, ракетка, опять-таки, левой рукой, придерживающей ракетку, поворачивается немножко влево. Вот так примерно. Величина этих поворотов зависит в основном, и влияет, вернее, в основном на кручение мяча. Чем больше вы повернете ракетку в этой плоскости вправо, вернее, влево, для того, чтобы ударить справа, тем больше закрутится мяч. Есть извращенные хватки, когда ракетку держат даже вот так. Есть такие теннисисты, которые играют вот такой хваткой ракетки. Но мы это вам не рекомендуем. В первую очередь, обычная, восточная, или континентальная, или, назовем ее, оптимальная хватка ракетки. И с поворотом ее вправо для удара слева, и влево для удара справа. Посмотрите, как Наташа держит ракетку. Я только вам об этом говорил. Вот как она держит ракетку. Она держит ракетку для удара слева. Ярко выраженная хватка ракетки для удара слева. Это не оптимальная хватка ракетки, но этой девочке так удобно. И в связи с тем, что она готовится стат-профи, мы ее не переучиваем. Пожалуйста, совсем наоборот. А этот мальчик, Андрей Ткачев, держит ракетку именно для удара справа. У него головка ракетки повернута в левую сторону. Именно ярко выраженная хватка для удара справа. Вот так. Слева. Стоп! А вот Милена у нас держит ракетку при ударе слева, в общем-то, универсальной оптимальной хваткой. Это при ударе слева. Два маленьких теннисиста, юных теннисиста, которых мы видели до этого. Мы видели их хватку для удара справа. А у левшей Наташи она была ярко выражена с одной стороны. У правшей Андрея Ткачева также она была ярко выражена с другой стороны для удара справа. А Милена у нас держит ракетку универсальной хваткой для удара слева. Милена, а справа чуть-чуть разворачиваешь ты ракетку сюда. Так тебе удобно. Но это чуть-чуть, это не ярко выраженная хватка для удара справа. Это чуть-чуть, это почти оптимальная универсальная хватка ракетки. А вот теперь мы остановили Таню Волкову при ударе слева двумя руками. Эта тенденция, удар слева двумя руками, началась примерно 20-25 лет тому назад. Этот удар применяют в основном сейчас 50-70% всех игроков в мировом теннисе. Ракетка держится двумя руками. Причем между двумя кистями рук, между двумя руками не должно быть промежутка. А уровень головки по отношению кисти и рук, естественно, так же, как и при одноруком ударе, зависит от того или иного направления удара. То ли слева, то ли справа играет игрок, и поэтому он переворачивает ракетку в зависимости от направления удара. Или влево чуть-чуть, или вправо чуть-чуть. Редактор субтитров А.Семкин